всем привет гости подписчики стой 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 вот воду я всегда ставлю три раза в день лошадям барсик давай побегай малыш так почему воду ставлю три раза в день в общем вода замерзает зимой сейчас выпустим что под руковали немножко лошадей вот так зимой надо когда мороза стоят поить надо три раза четыре раза и желательно и желательно чтобы даже снег лежал всегда в наличии присутствовал в конюшне почему это побегай почему в общем для чего это нужно в общем был случай у нас такой жеребец в морозы начал пить воды меньше 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 и потом я как-то утром прихожу открываю смотрю он стоит мокрый и вот трясет ну видать что он мучается стоит я его выпустил вот так сюда на воле чтоб он побегал у него колики в общем колики появились вот и он давай значит это кувыркаться кататься короче ну капец проблема такая я вижу что дело очень очень серьезно вот и мы давай тут в общем пробовать его лечить ставили обезболивающие инъекции вот потом клизму поставили значит позвали ветврача в общем чему только не делали вообще ну ситуация все короче уже приготовились что ничего мы сделать не сможем острые острые были колики и вот потом значит не знаю чё там помогло и святой водой уже побрызгали вот и потом в общем рассол был огуречный рассол залили ему в рот примерно литр рассола видимо колики в желудке были и конь сразу встал и вот такая мелкая дрожь стала под подтряхиваю так слегка его стала он стоит и сразу смотрю одну ногу заднюю расслабил весь мокрый вспотевший было минус 40 даже минус больше 40 на градусов мороза и все в общем это значит мы давай ну укрыли его одеялом и он стоял вот как восстанавливался вот из чему послужила причина возникновения колик накануне накануне получается но стояли тоже так затяжные морозы примерно 3-4 дня может пять дней вот и он стал мало пить воды жеребец по пол ведра выпивал за раз бывало вообще там буквально литр отопьет и все вот дай пускать жасминка так учится с ними контактирует потихоньку вот еще и в общем вот так вот так видать у него там все засохло вот это пищеварение и пошли колики у него так что вот такой был у нас случай все обошлось уже прошло пару лет вот он стоит вот видите ведро это побега еще побега я их потом переведу сейчас все у нас тут еще одна волна похолодания придет будут крещенские морозы опять дня три-четыре может свыше 30 градусов будет я потом после этих морозов хочу перевести их бразилию жеребенком и жасминку сюда вот в этот загон в этот загон и они здесь будут стоять в этом загоне басик марсе для чего это я так сделаю чтобы за два месяца за два месяца может получается ну да два месяца и они свыкнутся бразилия научит жасминку правильно себя вести контактировать с лошадьми все паниковать начал я его здесь отгородил в тупике кобылы нету рядом он еще маленький вот и потом весной я их всех выпущу в общий табун ну примерно там конец марта начало апреля месяца она уже выпускать это прогонять свежий снежок у нас выпал вот такие вот в общем поделился с вами таким нашим опытом как мы колики лечили не знаю это насколько было правильно или неправильно это рассол огуречный помог буквально литр или полтора залили сразу сразу конь встал на ноги а мы уже приготовились самому худшему жасминка ко мне бежит я живу не типа как мамка ко мне бежит защиты сразу просит для тех кто первый раз на канале шасминка у нас сирота пятидневном возрасте она осталась одна мы ее соски выкормили она здесь живет одна пока и нам потом надо будет ее как-то приучить к табуну чтобы она ходила с табуном посмотрим как это получится может и не получится может ее обидят и она будет бояться табуна ухты смотри какой жеребчик он ее гоняет жеребец ну ладно буду управляться а то вы подумаете батя управляется а я тут безделием занимаюсь видеоролики снимаю гоняет короче парсик гоняет ее батя уже побаивается эту жасминку как-то раз она его печатала они как детишки играются игра такая идет так вы все интересуетесь насчет овечки цинурозной она с черной головой пока с ней все в порядке не мне кажется даже вроде бы на поправку пошла я думаю что это лекарство подействовало положительно буду наблюдать все буду загонять сейчас все давай иди к себе в комнату в конюшню вот для тех кто говорит что тут типа у меня грязно вот в общем я вам скажу так увидите лошади чистые все вот на них грязи нету сюда не чистенький это все здесь у нас холода мороза зимой стоят все вот это замерзает так просто не почистишь вот и выгребаю кучу сюда навоза возможности а потом летом когда это все оттает когда будет легко возможность трактор завести но это все загрузим вывезем вот так ну что нужно для содержания для стойла лошади да все просто сено овес там сыпем комковая соль соль комок чтоб всегда был и желательно чтоб всегда вода была мы еще сено снега подсыпаем лошади немножко снег едят чтоб они пищеварение себе смачивали тогда у них не возникнут колики и надо днем их вот можно сейчас малыша выпустить малыш побегал у них колики и лошади не будут застаиваться еще есть такая проблема у стойловых лошадей которые постоянно в стойле стоят есть такая болезнь кузинец 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 это передние коленки на ногах передние ноги коленки недостаточно выпрямляются со временем у взрослых лошадей из-за чего из-за того что лошади лежат на холодном стойле на холодном месте ложатся подгибает ноги под себя и у них постепенно происходит деформация сустава и вот потом если лошадь взрослая уже становится там и 15 20 лет 23 25 передние ноги становятся как как у козла не до конца выпрямляются вот это очень серьезно такая проблема вот чтобы ее не было один из вариантов это выпускать постоянно вот так разминаться чтобы лошадь могла побегать поразминаться что-то он не захотел сегодня бегать он просто знает что тут кобыла он от этой кобылы не не отходит надо вот эту закрыть воротину и чтоб он еще побегал так что вот козинец чтобы не появлялся надо чтобы лошадь вот так бегала разминалась тогда у нее будет отличное здоровье а еще лучше чтобы они всегда на воле ходили вообще целая куча проблем обходит стороной копыта не надо чистить подстригать вообще у них не возникает никаких колик может конечно возникнуть гораздо вероятность ниже чем у тех которых стоили стоят